Каменный ветер Каменный ветер Каменный ветер В эти края Тот самый ветер перемен, о котором люди бывают разного мнения, как описал Максим Горький, но который все здесь, во всяком случае, в основном приветствуют. Только и остается местным жителям, что провозгласить наконец-то. Пусть сильнее грянет буря! Это одиноко стоящее в поле у села Красновидово 100-метровая мачта и есть тот самый буревестник. Она стоит тут еще с прошлого года и мало кто разобрался, что за бурю такую она предвещает. Языком энергетиков из Казанского энергетического университета это метеомачта или ветроизмерительная мачта. Направление, скорость, постоянство ветра. Важно все. И вывод уже есть. Эти места как нельзя лучше подходят для строительства ветряной электростанции. Кстати, размеры этой мачты дают нам неплохое представление о том, как будет выглядеть ветрогенератор. Это то, что в народе, скорее всего, назовут вертушками, ветряками, ветерками. Все мы родом из детства. Но тут все по-взрослому. Каждый ветряк не будет уступать этой мачте по высоте. Масштабы, они, в принципе, действительно, скажем так, потрясающие практически, я бы сказал. То есть, в принципе, ветротурбина представляет из себя набор основных элементов. Это башня ветротурбина, которая вот на нашем элементе здесь запрошена. Наверху башни установлены гондолы. Гондоли через ступицу крепятся лопасти. Вот, высота всей этой конструкции порядка 100 метров. Это высота башни. Длина одной лопасти 62 метра. То есть, можно представить, да, два девятиэтажных дома. В России сегодня найдется пара-тройка мест, где уже можно натолкнуться на незнакомый пейзаж. Принцип работы, наверное, ясен. Скажем лишь, что вот одна такая, крутящаяся временами, со скоростью в 200 километров в час, штуковина вырабатывает 3 мегаватта. Мощность всей электростанции в Красновидово может быть от 100 до 130 мегаватт. Как минимум вдвое больше, чем, скажем, у гипотетического мусоросжигательного завода в Казани. Вот и считайте, выходит, что на здешних полях мы вскоре увидим от 30 до 40 с лишним вертушек. Известно даже точное место, где встанет станция. Но мы лучше поговорим на другие темы, ибо люди у нас очень предприимчивы, и нос, так сказать, держат по ветру. Казалось бы, что может быть безопаснее и экологичнее энергии ветра? Но всегда найдутся те, кто поборется и с ветряными мельницами. А местные жители уже что-то такое слышали. Боимся, что будет шумно. У нас же здесь очень тихое, очень красивое место. Естественно, у ветропарков есть такой параметр, как шум. Но при этом этот шум, сопоставим, скажем так, с шумом от дороги, от автомобиля, проезжающего по дороге, да, вот, он ненамного, ну, на расстоянии, скажем так, тех же 200-300 метров, его уже практически не слышно. Есть небольшие опасения якобы чем-то, как будет это на флору, фауну у нас действовать. Ни одна мышка не погибла, и более того, значит, вот эта вот площадь, которая, большая площадь под ветропарк, она не изымается из сельхозоборота. То есть от башни буквально отступается 20 метров защитно-санитарная зона. Может быть, со временем лучше развиваться инфраструктура, какое-то строительство новое появится. Но с другой стороны, может быть, у людей появится работа, заработают детские сады, школа. Ну да, а почему, собственно, и нет? Ведь помимо очевидных плюсов от того, что мы теперь научимся делать деньги буквально из воздуха, и пополним энергетические запасы республики, которыми, между прочим, мы себя не обеспечиваем полностью, есть еще один – эстетика, вид, пейзажи, смартфоны, инстаграмщики и инстаграмщицы. Красновидова предстоит пережить бум поклонников фотографической памяти. Мимо такого никто никогда не проедет. Это вам не очередная долговязая кукуруза или сиреневые полевые цветочки. Это ягодки, те, что потом. А там уж, возможно, фототуристы пожелают вдруг познакомиться и с буревестником революции, к музею которого в Красновидово толпы сегодня, конечно, не ходят. А тут уже люди, и все сплошь хорошее, и чай с мятой. И вот это уже индустрия. Потому что это даст дополнительный толчок развитию района, бизнесу, привлечению бизнеса в район, привлечению туризма в район. То есть сразу автоматически поднимется турпоток. Говорят, везет сильнейшим. Но это не всегда так. Иногда везет и красивым тоже. Рыбнослободский район республики даже по силе ветра чуток уступает Камско-Устинскому. По всему остальному тоже не в передовиках. Но еще одна ветряная электростанция все же будет именно здесь, неподалеку от села Сорочий горы. Здесь тоже очевидно, каким ветром сюда ее занесло. Попутным, с Камы. Электростанция будет точно такая же, только чуть поменьше. Вертушек будет поменьше. Но вполне достаточно, чтобы обратить на себя внимание. И так ведь хочется обратить. Машины летят теперь мимо без остановок. С закрытием паромной переправы жить стало куда скучнее, конечно. Поэтому и тут уже слышат этот ветер перемен. Мы надеемся на это, что было чистое поле. И вдруг большие красивые ветряные мельницы, которые мы привыкли наблюдать в основном в западных фильмах, в основном это происходит. Люди будут проезжать мимо, увидеть, сказать, что интересно, давай-ка пойдем туда. Потом захотят покушать, потом захотят переночевать. И мы надеемся, что это будет небольшим нюансом по привлечению туристов. Сорочи горы сегодня самое проезжаемое место. А может превратиться еще и в самое посещаемое. Кстати, точно такая же мачта, что и в Красновидово еще с прошлого года стоит и здесь, у Сорочи горы. Видели ее миллионы, а распознали единицы. Не так уж и просто распознать, разглядеть в ней буревестника. Еще сложнее понять, что это, собственно, значит теперь для всех нас. Энергия ветра. А дальше энергия солнца. А дальше, впрочем, нет, дальше пока еще рано. Скорее всего, весь следующий год мы будем говорить о червяках, кротах и птицах, которые не готовы должным образом к таким переменам. Кроты, как известно, не видят улучшений. И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. И ведь это еще даже не будущее. Если говорить о России, то это энергетика будущего. Если говорить о мировой практике, то в мире, значит, объем гиги... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok